В обувном отделе одного из торговых центров промышленного района к здоровью своих сотрудников и покупателей относятся ответственно. Здесь есть и маски, и антисептики, и регулярно проводится уборка помещения. Мы все равно обрабатываем товар антисептиками. Также и сиденья обрабатываем антисептиком, и все зоны антисептиком, даже рецепшн тоже антисептиком обрабатываем. В самом торговом центре санитарные меры также соблюдаются. Организован входной контроль, где проверяют наличие действующего QR-кода или справки, свидетельствующие об отсутствии заболевания, и средств индивидуальной защиты. Если у посетителей нет маски, то ее на входе выдают охранники. Важность соблюдения этих мер администрация торгового центра старается донести до каждого арендатора. У нас каждый раз проводятся свои внутренние проверки, то есть у нас арендаторы стараются всегда соблюдать. А также предоставляют посетителям одноразовые маски, ну то есть все по предписаниям. Как соблюдают санитарные меры в торговых центрах и на других объектах потребительского рынка, ежедневно проверяют специалисты районных администраций. Они инспектируют и вход в помещение, и работу внутренних секций. Те, кто выявили нарушение, через дни 10 происходит повторный рейс с проверкой. Кстати, когда выявляются нарушения, не просто так фиксируются, но подходим, объясняем, что, как, что больше этого не было. С начала года только в промышленном районе уже выявлено 110 нарушений. Если требования нарушил индивидуальный предприниматель, то штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей. Если общество с ограниченной ответственностью или администрация торгового центра, то от 100 до 300 тысяч. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Продолжение следует...